Вернуть льготы ветеранам боевых действий, получивших увечья, предлагают народные избранники. А именно, предоставить этой категории граждан право на бесплатный автомобиль. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Второй загранпаспорт для заядлых путешественников предлагают выдавать представители Федеральной миграционной службы. Соответствующее предложение уже направлено в правительство страны. Вести такое новшество специалисты ФМС предлагают для удобства туристов. У которых в паспортах не хватает места для проставления визы. Второй документ также поможет россиянам, чей загранник застрял в одном из посольств. Но получить второй загранпаспорт можно лишь, доказав служебную необходимость в этом. Инвалидам войны хотят вернуть право на получение бесплатного автомобиля. С такой инициативой выступил один из депутатов Государственной думы. Специалисты предлагают отредактировать федеральный закон о ветеранах и внести в него соответствующие поправки. По мнению автора законопроекта, военные, получившие увечья во время участия в боевых действиях, испытывают проблемы с транспортной доступностью социально значимых объектов. Стоит отметить, что ранее федеральный закон о ветеранах предусматривал для них эту льготу. Но в 2005 году поблажки отменили. По мнению депутата, это несправедливо, поскольку граждане получили увечья при выполнении государственных задач. ВУЗы обяжут засчитывать результаты участников Олимпиад при поступлении. Соответствующее предложение выдвинули представители Министерства образования страны. Согласно нововведению, предлагается засчитывать баллы абитуриентов, полученные на школьных Олимпиадах. Причем такие поблажки коснутся не только российских, но и зарубежных учеников образовательных учреждений, в том числе и жителей Украины. Срок действия результатов Олимпиад будет составлять 4 года. Продолжение следует...